А вы понимаете меня, да? Вы так серьезно, улыбнитесь хоть кто-нибудь, вы такие серьезно все тут сидите, ну-ка улыбнитесь, давайте, ну-ка повеселее. Мне надо стресс такой, так держаться зажато. А позвольте мне кое-что о себе рассказать и представить. Меня зовут Разли, и Сур уже представил меня. Я из одного из институтов, которые были организованы Центральным банком Малайзии, из одной организации. Вот почему, если вы посмотрите на меня, вот на меня вот эта рубашечка, и здесь написано IBFAM, Исламская банковская система и финансы, вот как называется моя организация. Таким образом, моя работа заключается в том, чтобы ждать, быть в моем офисе, сидеть, и ждать вопросов, которые мне будут заданы. И когда приходит какой-то вопрос, мне задают, что должен я сделать? Да, ответить я на него должен. Вот моя работа. Каждодневная, повседневная работа. Отвечать на вопросы. А теперь, эта организация, IBFAM, это основная работа этой организации образовывать людей, готовить их, учить их. Будь то студенты, будь то банкиры, будь то адвокаты, юристы, акционеры банковского сектора, они приходят к нам, и мы их учим. Они хотят знать больше об исланских финансах. Мы даем им профессиональную квалификацию или сертификаты. И в том случае, если они, конечно, готовы к этому после того, как они проходят оценочные тесты. После этого, когда они приходят для того, чтобы закончить курс, ну, есть различные курсы у нас. После этого они приходят и спрашивают нас. Хорошо, разли. Ну, и так, вот я получил свою квалификацию. Каким образом продавать продукт какой-то, каким образом превратить банковский продукт в исламский банковский продукт, каким образом убедиться в том, что мой продукт соответствует требованиям шариата. Как это сделать? Это вот, собственно говоря, вот то, что я делаю. Я советую этим людям, рекомендую этим людям, что делать, как делать. Вот это моя работа. И сегодня я здесь перед вами. Я не лектор. Нет. Я только что получил свою докторскую степень. Я сейчас на втором семе. Я пишу сейчас как раз кандидатскую диссертацию докторскую в одном из университетов. Второй год уже через это прохожу в одном из университетов Малайзии. И сегодня я хочу поделиться с вами вопросами риска. Это, собственно говоря, то, чего меня попросил Казанский федеральный университет. И, пожалуйста, как только вы будете меня слушать, и если вы что-то не понимаете, поднимите руку, пожалуйста, и задайте вопрос. А вы поняли, да, о чем речь идет? Да, как мы будем работать? Еще раз. Ну, вы такие серьезные. Я боюсь уже вас. Вы такие серьезные все. Что сделаю? А сколько из вас являются студентами этого университета? Поднимите руки. Студенты, студенты, поднимите руки. А сколько уже преподавателей здесь сидит? Преподавателей здесь есть среди вас? Да, 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 с вами мы встречались. Да, да, да. А тут у нас мои друзья, мои родители. Мы об этом поговорим еще. Вы должны знать меня, я должен знать вас. Надо нам вот растопить вот этот лед такой, который между нами есть. Поэтому, если вам попозже, может быть, вы сможете больше мне вопросом задать, когда вы меня чуть побольше знаем. А сейчас мы, конечно же, по поводу управления рисками поговорим как раз именно эту тему. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, как вы знаете, исламские финансы – это следует законам шариата. Люди задают вопросы, что такое шариат? Что такое шариат? В Малайзии люди постоянно задают этот вопрос. Вы говорите, что исламский банкинг следует законам шариата. А что такое шариат? Вот такой вопрос. Когда люди, когда ваш друг, мама, папа, ваши коллеги, ваши… Кто бы ни спрашивал вас о том, что такое шариат, как вы собираетесь ответить на этот вопрос? Для меня я советую людям ответ такой. Когда люди меня спрашивают, что такое шариат, я говорю, что шариат означает исламское право. Все, точка. Исламское право. Я прав. Шариат – это исламское право, исламский закон. А теперь, когда мы занимаемся исламскими финансами, всегда помните о том, что когда исламские финансы должны следовать законам шариата, имеется в виду то, что источник шариата должен быть из Корана и Сунны. Это то, что мы говорим. Самые первые, самые первичные источники, точки отсчета. Дамы и господа, имейте в виду, мы живем и жили в мире, здесь уже сколько мы давно-давно-давно живем, банковская система в мире, сотни лет развивается. И вы знаете, очень хорошо то, что в банковской сфере, в традиционной банковской сфере религия находится в стороне, она с ней не соприкасается. Экономика – это экономика, религия – это религия. Они тут нигде не смешиваются, не соприкасаются. А это вот, когда речь идет об обыкновенном традиционном банкинге. Вы согласны со мной? Запреты иметь процентные ставки. Запрет РИБА. А касается не только ислам, что РИБА – это не очень хорошо. А крестьяны тоже говорят, что РИБА не разрешается. Иудеи также говорят, что судный процент недопустим. И если начнете изучать эту тему, глубже копаясь в разных религиозных текстах, включая и буддизм, и индуизм, то вы тоже отметите, что там так говорится, что судный процент недопустим. И Будда так говорил. Тогда возникает вопрос, а почему? Почему же тогда банковская система продолжает пользоваться инструментом судного процента? Знаете? Один из ответов заключается в том, что большинство стран данного мира являются странами светскими. Знаете, что такое светский? Светский означает, что это страны, в которых экономика и политика разделены, отделены от религии. Вот что мы называем светскостью. А вот у меня тот фотографирует. Давайте я такой значок ему покажу. А теперь, что происходит в отрасли исламских финансов? Мы, по большому счету, возвращаемся назад к истинному учению ислама. И таким образом мы стараемся вернуть и Коран, и Сунну, и Кияс, и Иджмо в финансовую отрасль. Вот о чем, по большому счету, исламские финансы. Вот о чем можно сказать наша революция. То, что соответствующая деятельность финансовая должна основываться на принципах шариата. Соответственно, источники права – это Коран, это Сунна, это Иджмо, это Кияс, и большое количество вторичных, вторичных источников. Теперь, я решил показать на данном слайде текст из Корана и привести один из хадисов. Коран – это послание Аллаха, Господа Всемогущего, и слова интерпретации этого в действиях Пророка. Слайд – его Господь приветствует. Теперь, что такое риск? Вопрос – есть ли у вас этот слайд? Получили ли вы, то есть раздали ли вам уже всем на руке все эти слайды в распечатанном виде? Вопрос такой, тогда следующий. А вам их распечатают и раздадут далее или нет? Не знаете? Если хотите получить, конечно же, я так думаю, вы захотите их получить, то… А просто напишите мне по электронной почте. Можно, да? Можно, да? И я, соответственно, вам в электронном виде все пришлю. Разли… Ящик у меня такой. Разли… Собачка… Ибфим.com Вот мой электронный ящик. Соответственно, теперь к теме. Что такое риск? Когда люди задают вам вопрос, что такое риск, это по большому счету неопределенность в отношении событий будущего, которые могут повлиять на достижение банком своих целей, включая стратегические, операционные, финансовые и цели по соблюдению соответствующих законодательных требований. Теперь, в исламских финансах все точно так же, как и в случае традиционных банков. Риск есть у всех. И всегда. Соответственно, необходимо понять природу риска. Что такое риск? Это неопределенность в отношении событий будущего. Мы же никогда не знаем, чего в будущем, как оно произойдет. Однако, опыт наш подсказывает, что вот эта та или другая нехорошая вещь в будущем может произойти, если мы сегодня чего-то не предпримем. Ну, это... А что это такое? Вот что касается неопределенных событий будущего. Вот, а подобная неопределенность в отношении будущих событий может иметь место в банковской деятельности. Допустим, вы банкир. Примером, может быть, клиент не способен вернуть те деньги, те финансовые ресурсы, которые он запросил, которые он воспользовался. Это откредитный риск, так называемый. Риск неопределенности будущих событий для банка. Другой риск. Риск рыночный. Примером, будут колебания обменной ставки иностранной валюте. Вот на данный момент один американский доллар около 67 американских рублей. Так? Плюс-минус так, я посмотрел. Сколько, говорите, сейчас? Я какие-то комментарии слышал, соответственно. 70, говорите. Один американский доллар равен 70 рублям, говорите. Так? Вау. Прошлый раз, когда я здесь был, 60 с чем-то было всего. В прошлый раз, не ошибусь, 65 или 66 рублей за доллар. Теперь, в Малайзии денежная единица, муазийский рингит, за один муазийский рингит дают 16,23 рубля. Один американский доллар дает приблизительно 4,35 американских долларов. Но это на данный момент. Извиняюсь, я напутал здесь, соответственно, в Малайзийских рингитах. Перед тем, как сюда лететь, у меня на руках были какие-то американские доллары. Я поменял их в рубли, и, соответственно, видите, я денег больше получил в рублях. Соответственно, можно пойти за покупками. И, соответственно, сегодня утром вместе с женой, жена у меня сейчас в гостинице осталась, пошли в ваш супермаркет «Кольцо» покупать вещи. Дешево все. Очень дешево. Я помню, вот когда... Как это у вас тут называется? Не помню уже. Вот этот ботинок в прошлом году у вас здесь в Клоу. Обошлось это мне в 800 муазийских рингит. Вот сейчас проверил. Тот же самый ботинок мне сейчас встал всего где-то в 650. О чем это говорит? Это говорит о том, что мне завтра с утра надо еще пойти по магазинам, еще прикупиться. Жене, наверное, очень ситуация нравится. Женщинам нравится всегда ходить, покупки делать. Естественно. Ну, а для мужчин поход за покупками – это как в ад попасть. Ну, мужчины, ну, такова мужская природа, не нравится им ходить за покупками. Так ведь? Не нравится нам ходить за покупками. Потому что когда мы идем что-то купить, мы знаем конкретно уже, чего хочу купить. Жена может сказать, дорогой, можешь, пожалуйста, пойти в торговый центр и купить мне... Вот, например, футболку вот такую конкретную, мне для сына красную. Соответственно, как мужчины, что идете? Идете в торговый центр, смотрите, ищите соответствующую футболку красного цвета, берете ее, оплачиваете и возвращаетесь назад. Вот как мужчины ходят за покупками две, три, сколько там, минут? Три минуты легко в три часа выливается. Всего лишь в приобретении этой простой красной футболки. Не знаю, насколько у вас те же самые параллели имеют место быть, поскольку, ну, нравится женщинам ходить за покупками. Когда они идут в торговый центр, они обойдут все магазинчики в этом супермаркете, в этом торговом центре. И они убедятся в том, что этот красный цвет подойдет именно... Это будет именно тот красный цвет, который подходит... Оттенок красного цвета, который подходит их сыну Луны лучшим образом. Со временем, как... Ну, я не люблю. Так вот, о чем мы говорим? Рыночный риск. Мы говорим о изменении курса валют. Мы же никогда не можем знать, что произойдет в будущем. Может быть, рубль начнет расти. Может быть, наоборот, снижаться. Соответственно, риск этого есть. И если вам приходится взаимодействовать с клиентом, который находится, живет в другой стране, учитывать рыночный риск очень важно. То, что, например, закажете поставку каких-либо товаров, например, из Малайзии, будете рассчитывать свой план, что это будет в рамках соответствующей обменной ставки. Но если вдруг рубль подрастет, еще ничего страшного, все нормально. А если курс обменной рубля начнет падать, тогда вот это уже не есть очень для вас хорошо. И, соответственно, это риск, который приходится учитывать. И поэтому в рамках исламских финансов используется один финансовый инструмент, который называется Profit Rate Swap или соответствующий договор о страховании вашей, о управлении соответствующей прибылью своей. Такой договор, который позволяет вам заранее закрепить соответствующую обменную ставку на тот момент, когда вы будете получать соответствующие товары. То есть это страховой договор, базирующийся на шарио-комплайн-контракте УАД, обязательства по принципам товарной мураваха, товарной муравахи, наверное, или урбун. Термин урбун. И еще... И салам. Вот эти пункты, которые я упомянул, УААД, салям и прочие, это типы договора... Шариат... Соответствующим нормам шариата договоров, которые лежат в рамках создания подобного исламского страхового продукта для фиксирования соответствующей обменной ставки. Которая позволяет, так или иначе, почему Profit Rate Swap, который позволяет вам соблюсти определенную норму прибыли, которая за вами изначально была запланирована. Дамы и господа, товарная мураваха – это контракт по продаже чего-то на основе затраты плюс нечто дополнительное, некая сумма сверх. Контракт урбун. Договоренность урбун. Это в переводе будет означать честные деньги, депозит, который внесен заранее. А салям, в данном случае, это порядок продажи. Несколько принципов. Если, например, в случае данного договора Profit Rate Swap, данного инструмента определения, фиксирования цены, о том, как данный финансовый инструмент был разработан, вы всегда можете прочитать в интернете много достаточно статей. Так вот, этот инструмент, то есть, фиксирование определенной цены заранее подобно используется как в Малайзии, так и в многих других странах. Теперь, следующий важный риск операционный. Говоря в операционных рисках, мы говорим о различных махинациях, о мошенничестве, мы говорим о неполном пакете документации, обеспечивающей безопасность того или другого аспекта. Примером данного неполного комплекта документа по вопросам безопасности или требуемых документов обеспечения безопасности можно привести следующим образом. Объем финансирования написано, допустим, к вам обращается клиент, хочет получить определенную сумму денег, то есть, финансирование, например, банк готов предоставить 100 тысяч рублей и, соответственно, здесь очень важно, чтобы как залоговый залог или обеспечение был на уровне минимум 100, также 100 тысяч. А суть операционного риска здесь заключается в чем? То, что, возможно, тот актив, который заявлен в качестве обеспечения, залогового обеспечения, возможно, на тот момент, когда вы предоставляете финансирование, стоимость, ценность этого актива равна 100 тысячам рублей на тот момент, когда под залог данного товара данного актива вы предоставляете финансирование, условия финансирования, возможно, подразумевает то, что этот контракт на 10 лет. Однако, есть всегда возможность того, что в связи с теми или другими изменениями ценность данного актива будет либо повышаться, либо понижаться. Соответственно, определенный риск какой-то у вас есть. То есть, у вас, можно сказать, не полная, то есть, предоставленная вами документация по обеспечению безопасности, по предоставлению залога не покрывает все разные возможные варианты развития событий. Полное обеспечение. И последний пример будущих событий неопределенной природы это так называемый риск, который не подпадает или не соответствует принципам шариата. А это что за риск такой может быть? Это идет речь о возможном событии, что возможно банк или его сотрудники в процессе введения своей деятельности отклоняться от утвержденных стандартных процедур и это может привести к тому, что в чем-то эти действия, которые будут предприняты в реальном мире, нарушат требования, нормы и принципы шариата. Привести пример? В Малайзии банкам запрещено финансирование табачных компаний. Почему? Потому что подобные компании или любая деятельность связанная с табаком или табачными изделиями, они включены в так называемый отрицательный или черный список. Шариатский консультативный совет центрального банка включил деятельность, связанную с табачными изделиями, в перечень запрещенной деятельности для финансирования исламскими банками. Соответственно, если какой-либо банк предоставит финансирование табачной компании или любой компании, которая каким-то образом в своей деятельности взаимодействует с табачными изделиями, это означает, что данный банк нарушил соответствующий закон шариатский и соответствующие принципы и нормы, которые были спущены. Риск того, что такое может произойти, имеется, соответственно, вот и риск несоответствия требованиям шариата. К вашему вопросу обязательно вернусь, не забуду. Следующий слайд. Теперь, как управлять риском? Сейчас как раз к вашим вопросам период? Что такое риск-менеджмент? Как мы хотим управлять риском? Риск-менеджмент по большому счету это системный процесс, посредством которого различные возможные риски, которые могут материализоваться, идентифицируются, измеряются, оцениваются, предпринимаются определенные действия для того, чтобы смягчить возможные последствия, их контролировать, не допустить. И четвертое подготовить соответствующие отчеты и вести их в постоянный учет, измерение. Вот это то, что мы называем управлением рисками. Это процесс. Это процесс. Процесс чего? Процесс того, каким образом мы идентифицируем риски, каким образом мы их измеряем, оцениваем, каким образом мы снижаем их, контролируем и отслеживаем. Это таблица. Осознание риска, идентификация риска. И вот отсюда вот осознание риска, осведомленность о риске, мы должны посмотреть на стратегию нашу. то, с кем контактируют, в каком контексте работает организация, мы должны разработать специальные критерии о том, какие риски, что нас ожидает в будущем, и мы необходимо разобраться со структурой этих рисков, то есть каждый в банке должен знать, должен осознать, что такое риски, какие риски. И после этого мы идентифицируем, определяем сами риски. что произойдет и как это произойдет. Понятно? Я знаю, может быть, это тяжеловато для вас понять, но это, собственно говоря, то, что и есть риск, управление риском. вы должны понять это для того, чтобы эти риски научиться снижать. И затем, после того, как вы идентифицировали риски, вы должны их определить количественно и измерить. Дамы и господа, мы сейчас подходим непосредственно к тому, что является из себя управление рисками. После того, как вы идентифицируете эти риски, вы измеряете их, присвоите им количественные показатели, измерите их, а вы определите вероятность риска, имея в виду, что вы определите, произойдет ли этот риск вообще? Всегда ли такое может случиться? Редко ли такое событие происходит? Может быть, это что-то очень редко происходящее? Вот, что я подразумеваю под определением вероятности. и вы должны определить также, какое влияние окажет этот риск. Если этот риск произойдет, то событие рисковое произойдет, то как это на вас повлияет, если вы это сделаете? Ну, например, если вы, например, крадете деньги из банка, то есть большая вероятность то, что такое украсть деньги из банка. Но это редко случается ведь, да? И влияние какое? Если вы все-таки стащите деньги из банка, то влияние на банк будет заключаться в том, что банк потеряет деньги. то есть вот как очень просто. И последнее это определить уровень риска. Определение уровня риска означает, что этот риск риск кражи денег он достаточно низкий, средний или это высокой степени такого риска. это и есть определение уровня риска средний, высокий, низкий. Только вы можете определить это. Вы же занимаетесь управлением банка, компанией. Вы знаете, какой уровень риска высокий, средний и низкий. Но вы также надо принять во внимание вероятность и то, какое влияние этот риск окажет в случае, если он произойдет рисковое событие. А потом, после этого вы будете оценивать этот риск и сравнивать его с определенным набором критериев, с определенными приоритетами и может быть, ну, допустим, вы, например, определили, идентифицировали 100 рисков. И из этой сотни вы качественно определили, померили, измерили. Из этих сотни рисков вот здесь вы определили 100 рисков, вот здесь, на этом этапе вы их измерили, количественно качественно определили, их оценили и опять у вас есть низкие, средние, высокие риски. И выходя из этого вы оцениваете приоритеты рисков, то есть вот из этой сотни вы, например, вычленяете 20 рисков только. Это то, что мы называем как приоритеты. Вы устанавливаете приоритеты из вот этой сотни отобранных, вы берете 20 наиболее вероятных рисков или более серьезных рисков, и потом вы их распределяете соответствующим образом в вашу систему оценки этих рисков, то есть вы не собираетесь все эти риски рассматривать. Вы будете заниматься только и управлять только 20 первыми, 30 первыми, 10 первыми, потому что может быть эти 20 будут оказываться в этой категории высоких рисков. Помните мы занимаемся управлением рисками, каким образом управлять рисками? Осознание рисков, идентификация, измерение это и после того, как вы оценили и после того, как вы приняли эти риски или принимаете эти риски или не принимаете риски, означает, что вы должны продолжать отслеживать эти риски и вести определенную отчетность по этим рискам. Под мониторингом и отчетностью по этим рискам мы имеем в виду, например, ежеквартальной периодичностью, полугодовой или годовой периодичностью, и вы отчитываетесь кому? Вы, конечно, отчитываетесь перед своими руководителями, комитетом по управлению рисками. У нас есть специальный комитет по управлению рисками, и на каждом квартальном или полугодовом или годовом собрании вы там эти документы, отчеты представили, не забывайте. Вам также необходимо снижать и контролировать риски. Снижать и контролировать риски. Вы знаете о том, что люди... Вы знаете, люди крадут деньги, они могут украсть деньги. То есть вы должны определиться с тем, что делать. Вы должны убедиться в том, что... Ну, например, у вас все то, что должно быть закрыто на замок, должно быть закрыто. После того, как вы это оценили, вы должны посмотреть, достаточно ли просто запереть то, что должно быть закрыто. Или, может быть, надо деньги положить не просто в столе запереть, а в стальной сейф их запереть. Вы выбираете то средство, которым вы собираетесь управлять риском. Ну, скажем так, лечить от этого риска, можно сказать. А потом вы строите план определенной действия, а потом вы этот план притворяете в жизнь. Скучно, да? Очень скучно. Это все... Да, да, я знаю. Управление риском всегда это занудное дело. Но вы должны его знать. Вы должны знать это, потому что позже, когда вы начнете работать в этой отрасли, вы должны все это знать. Вы станете тем, кто будет лучше знать, лучше осведомленным. Например, вы знаете такое интервью, да, вот когда вы проходите? И вы можете сказать то, что да, я знаю, с чем управлять рисками, я знаю, что делать такие-такие-такие шаги. Могу их оценивать, рассматривать, оценивать. И могу управлять, снижать этими рисками, прежде чем... И, конечно же, если вы знаете, вы работу получите после интервью такого. Если вы покажете знания в этой области, точно вы получите работу. Вот в чем трюк заключается. Вы должны знать, как себя преподнести. Это скучно. Да, да, да. Но мы должны это знать. Хорошо? Ну, может быть, вы сейчас подумаете, о, ну, все, 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 занусно. Чем мы об этом говорим вообще тут? Но позже, когда вы начнете работать, уже непосредственно заниматься, вы скажете, ой, как мог я такое интересное и все важное пропустить, когда мне об этом рассказывали. Следующее. Ну, вот это такое коротенькое обобщение. Процесс управления рисками. Посмотрите, это понятие идентификации риском, знание о том, где находятся эти рисковые зоны, оценка измерения риска, снижение управления, отслеживание и отчет по риску. Вот, собственно говоря, это краткое содержание того, что мы обсудили вот здесь, на этом слайде. Помните, мне надо им имейл послать, мне нужно. Я вам эти слайды отправлю. Но на английском слайде. Сколько из вас может читать по-английски? Писать, да. Хорошо, богусы – это хорошо по-малайски. Я не говорю по-русски, к сожалению. А у вас книжечка такая есть? У вас есть такая книжечка? Это четвертая попытка. Это первая, первая попытка. Я спросил своего начальника, можно я шесть месяцев проведу в Казани или в Москве, чтобы я выучил русский язык. То есть, когда я выучу русский язык, это будет гораздо проще для меня работать с вами в дальнейшем, разговаривать с вами. Вы можете, итак, все, посмотрите, давайте, оценка рисков. Это те примеры, которые будут вам очень полезны для того, чтобы пойти на интернет, почитать кое-что и посмотреть, что из себя представляет управление рисками. Вот здесь. Вот я тут все не буду говорить, но это очень хорошие кейсы, из которых можно много чего извлечь. Вы можете открыть в интернете, посмотреть и научиться многому из этого. Берингсбэнк. Этот парень, Ник Лессен, он в одиночку практически полностью разрушил этот банк. Один человек может такой вред нанести из-за плохого управления рисками. Сумитамоу. Это японский банк. А также, это то же самое, та же самая катастрофа, связанная с плохим управлением рисками. Там речь шла о рыночных рисках. Помните, о рыночной риске? Мы с утра говорили на эту тему. Марк, не с утра, а в начале занятия. Вот это рыночные риски. Пойдите на сайты, посмотрите, почитайте этот кейс. Очень интересно. Дайва Банк. Это корейский банк. То же самое. Рыночные риски. И в социите дженераль. То же самое. Недостаточное управление рисками, трейдерами. Трейдеры имели слишком большое количество полномочий в том, что они делают, слишком много свободы. И в итоге эта компания пошла вниз. Из-за плохого управления рисками, неквалифицированного. Это реальный, реальный, реальный жизненный случай. Не повторяйте такие же ошибки здесь у вас. Вот почему управление рисками – это очень важное дело. Каждый банк в мире, у них есть подразделение, которое называется подразделение управления рисками, Который возглавляется очень важными, серьезными, высокопоставленными людьми. Теперь. Говоря о... Что такое славский банк? В Малайзии у нас есть закон, который называется, закон 2013 года об исламских финансовых услугах. И в этом документе, в этом законе определяется то, что такое исламский банкинг. И это является, соответственно, там гласить, что это банковские бизнесы, работа которого не имеет в своем составе ни одного элемента, который бы не был одобрен постулатами ислама, как религии. И вот таким образом мы определяем банковский бизнес. Понятно? Теперь. Когда мы говорим о исламском банке, мы говорим о... Итак, банк. Банк. Банк должен иметь деньги. А как банк зарабатывает деньги? Получает деньги. Банк зарабатывает деньги от... Акционеров. Первое. А также деньги получают из депозитов, вкладчиков. Источник финансирования. Акционеры и вкладчики. Это источники финансового источника для банка. Имеется в виду, что по исламским законам, исламском банке, вкладчики... Какие продукты предлагает банк вкладчикам? Сберегательный счет. Дальше у вас может быть текущий счет. Или иногда аналогичный термин. Чековый счет. И у вас может быть фиксированный депозит. Счет. Фиксированные депозиты. У вас также в России, да? Практически везде. Оно одинаково. Есть накопительный, сберегательный. Когда люди хотят откладывать туда деньги, для того, чтобы суметь их использовать, когда они хотят, например... Ну, или, может быть, кто считает, что так безопаснее, чем нежели домохранить, чтобы не потерять деньги, не украл никто. То есть они хотят позаботиться о том, чтобы деньги были с охранностью. Соответственно, банк положить на сберегательный или накопительный счет. Текущий счет – это обычно тот счет, с которого вы делаете платежи. Иногда посредством чековой книжки. Иногда, например, с помощью карточки. А фиксированный депозит – это, например, у нас имеются деньги, которые вам на данный момент прямо не должны. Говорят, я хочу, например, на месяц положить на счет деньги или на трехмесячный фиксированный депозит, или шестимесячно фиксированный депозит, или фиксированный депозит на 12 месяцев, например. И по каждому из подобных кодов устанавливается определенный, обычно более высокий процент, чем просто в сберегательном счету. Теперь в рамках вкладов депозитарных, в исламских финансах, если вдруг вам кому-то это интересно, наверное, придется мне все это стереть. Вот у нас контракт, соответствующий договор, используемый во всех этих случаях, для обеспечения соответствия указанных продуктов нормам шариата. Это водя, вы уже слышали, это безопасное хранение, договор доверительного хранения. Второй вид договоренности это мудараба или соглашение о разделении прибыли в результате некого доверительного отношения. Попечительской деятельности, полученный в результате попечительской деятельности. Третий тип договоренности написано «Вакала». Некое агентское соглашение. Теперь позвольте мне объяснить. В случае всех разных тех видов услуг, накопительный счет, текущий счет и фиксированный депозит. Возьмем, например, первый накопительный, он может подпадать под соответствующие виды договоренностей. В случае текущего счета. Контракт, соответствующий указанному аспекту по нормам шариата, также полагается на соответствующие три типа договоренности. В случае фиксированного депозита, соглашение о вкладе на определенный срок, используется однозначно договоренность мудараба, причем только она. Теперь тогда, в чем суть договоренности о вкладе, а в чем суть договоренности мудараба, а в чем суть договоренности о вакала? Вадия. Договоренность или принцип уадия. Приходите в банк. И, например, задаете следующий вопрос. Уважаемый банк, не могли бы вы, пожалуйста, обеспечить хранение моих средств? Вот что такое принцип или договоренность уадия. Банк, пожалуйста, обеспечить хранение моих средств. Вот в чем суть уадия. То есть обеспечение надежного хранения. Теперь договоренность с типа мудараба. Банк, о банк, не мог бы ты, пожалуйста, инвестировать мои средства? Банк, о банк, пожалуйста, инвестируй за меня мои средства. Это договоренность или контракт типа мудараба. А тип вакала? Это следующее. Банк, о банк. Так же проще запомнить. Банк, о банк. Не мог бы ты, пожалуйста, управлять моими деньгами? Разницу в взаимоотношениях видите? Не мог бы ты, пожалуйста, обеспечить хранение моих средств в первом случае? Пожалуйста, инвестируй мои средства. Второе, мудараба. И третье, пожалуйста, управляй моими деньгами. Смехла. Так просто это запомните. Даже названия все эти запоминать не следует. Но если вы придете в банк и скажете, банк, пожалуйста, обеспечи хранение, храни мои деньги, это означает то, что вы так или иначе под концепцией УАДИ. Если вы хотите, чтобы банк инвестировал ваши деньги, значит, это уже отношение и, соответственно, контракт типа мудараба. Ну, а если вы придете в банк и скажете, банк, пожалуйста, не мог бы ты управлять моими деньгами? Я в хадж хочу поехать. В хадж, например, хочу поехать. Соответственно, пожалуйста, не мог бы ты управлять моими деньгами так, чтобы в будущем у меня появилась возможность поехать в хадж? Это тип договоренности, соответственно, контракт. То есть у вас имеется конкретная причина, почему вы свои средства кладете в банк или передаете в управление банком. Все эти типы – это типы контрактов, соответствующих нормам шариата, которые используются здесь в рамках соответствующих банковских услуг, которые предоставляются накопительные, текущие или фиксированные депозитные счета. Так, господа, вы все еще со мной? Вы еще здесь? Вы не уснули? Пока. Так вот. Мы с вами об источниках средств поговорили. Теперь. Слушайте, я управляю. У нас другая сторона. Это применение или использование соответствующих средств, полученных из тех или других источников. Применение или использование соответствующих средств – это уже вот эта часть деятельности. Деньги вы получили от своих вкладчиков, а также от своих акционеров. Теперь для реализации чего вы будете использовать указанные средства? Вы будете предоставлять финансирование каким-то клиентам. Например, кто-то приходит к вам для того, чтобы получить финансирование для приобретения дома или автомобилей, или все, что необходимо. Дальше. Вы также ведете инвестиционную деятельность. Банк может вести инвестиционную деятельность. Какая это деятельность? Это уже они сами принимают решение, и они могут… Например, они могут приобретать акции, которые соответствуют принципам истиджара. Истиджара соответствующим акциям, или, возможно, инвестировать в те или другие отрасли экономики могут. Ну, а также банк может вести операции на денежном рынке. Иногда у банка может быть так называемая изличная свободная наличность. У этого банка свободная наличность излишняя, которая не используется в технических операциях. В то время, как у каких-то других банков на данный момент образовался временный дефицит. Например, возьмем банк А и банк Б. У банка А имеется некий излишек свободных средств. В то время, как у банка Б на тот момент сложился дефицит денежных средств на своих счетах. И что происходит? То, что в рамках так называемого денежного рынка, на примере Муазийском, Центральный банк страны, берет в той ситуации или оказывается посредником для того, чтобы взять в процессе передачи свободных денежных средств банка А банку Б. Так, например, допустим, завтра банку Б нужно будет вернуть соответствующие средства банку А. И они за оказанные услуги выплатят как основную сумму плюс какую-то оговоренную сумму прибыли банку А. Вот как работает денежный рынок. Один из инструментов денежного рынка. Концепция, которая здесь используется, это концепция Муда Араба. Продукт казначейского департамента, обычно банка, который ведет деятельность на денежном рынке. Работается по концепции Муда Араба. Но гугляться не будем, это один из видов деятельности. Сейчас, наверное, самое важное в вопросах использования денежных средств банка, это предоставление финансирования. Соответственно, мы видим внутренние средства, привлеченные средства вкладчиков и третьих источников. Вот это источники средств для банка. Можно смотреть на... Я тут Сбербанк в качестве примера написал. Это же вдруг в будущем когда-нибудь они станут исламским банком, да? И решил на их примере рассмотреть соответствующий баланс банка. Активы, спасибо. Вот, возьмем пример. Однажды в будущем Сбербанк стал исламским банком. Клиенты, депозитарии... Извиняйте, вот клиент здесь. Повторю на всякий случай. Применение средств. Это у нас вот в этой стороне. Банком. Источник получения указанных средств на данной диаграмме показан вот здесь, справа, от банка. Когда вкладчик кладет деньги на соответствующий счет в Сбербанке, возможно, в рамках договоренности контракта Ладия, или, возможно, в рамках договоренности Мудараба, или в рамках договоренности Лахала, депозитарий себе получает определенный возврат. Некую выгоду. Выгода, она имеет форму либо хибо, некий дар. Или она может быть в форме дивиденда. Мне кажется, это достаточно важно и необходимо это разъяснить. Если вы деньги свои положили в банк в рамках контракта типа Ладия, тогда выгода, которую получает вкладчик, это хибо или подарок. Если деньги свои вы передали, вложили в банк посредством контракта Мудараба, вы по большому счету просите банк инвестировать в ваши средства, тогда вы прибыль от этого получаете. А эта прибыль называется дивидендом. И получите вы ее в рамках договоренности о разделении прибыли, которую вы заключили с банком. В рамках отношений финансовых Мудараба, когда вы говорите банку, банк, я вот передаю вам 100 тысяч рублей, пожалуйста, их инвестируйте. В рамках соглашения Мудараба банк их принимает. Они также принимают деньги других клиентов, собирают их в один так называемый пул, одну большую сумму, и используют все эти деньги для того, чтобы вести инвестиционную деятельность. Когда вы вкладываете свои средства для цели инвестирования, банк вам никогда не гарантирует какую-то норму прибыли, которую вы получите. Банк говорит вам следующее. Я ваши деньги, которые вы вкладываете в рамках инвестиционного договора, буду использовать для ведения соответствующей инвестиционной деятельности. Если на этой деятельности мы заработаем прибыль, мы эту прибыль с вами разделим. И вот прибыль, которую мы с вами будем делить, будет делиться в соответствии с определенной пропорцией разделения прибыли, полученной прибыли. Например, вы вложили 100 тысяч рублей, банк предпринял определенные инвестиции, допустим, заработал в рамках этого проекта 10 тысяч рублей. Банк использовал, оперировал вашими средствами 100 тысяч рублей, инвестировали в какой-то проект в течение одного месяца на F1. И за этот месяц из непосредственно ваших денег, и благодаря вашим деньгам, оперированию вашими деньгами, они заработали 10 тысяч рублей. Или было заработано прибыли в 10 тысяч рублей. Теперь эта сумма в 10 тысяч рублей будет распределяться между вами, клиентом, и банком. В соответствии с пропорцией разделения прибыли, относительно которой вы с банком заключили соглашение в момент вступления в подобные отношения. Допустим, соответствующая пропорция была оговорена 70 на 30, то есть вы получаете 70 процентов заработанной прибыли, банк получает 30 процентов. Другими словами, в данном конкретном случае банк получит за свои усилия 3 тысячи рублей, вы получите 7 тысячи рублей. Это принцип того, как работает соответствующая пропорция или соглашение пропорции разделения прибыли в рамках концепции или договоренности типа контракта, договоренности типа Мударба. В рамках соглашения Мударба, допустим, банк обещает вам, что по все те средства, которые будут заработаны, будут разделены в соответствующие пропорции. Может быть, где-то будет 80-20, где-то может быть 90 на 10, где-то может быть 60 на 40, а любое число. Это же договоренность между вами и банком. Вы там, соответственно, заключая, соответственно, указанное соглашение, сами определяете. Тут ведутся переговоры относительно того, сколько получите вы в результате, когда банк, и с той прибыли, когда банк заработает соответствующую прибыль на ваши деньги. И если 7 тысяч рублей, это дивиденды, вот здесь. То же самое с Вакала. Вакала также является дивидендом. Теперь, после этого, вот так у нас есть финансирование, и это финансирование будет основано на контракте. Обычно люди, которые приходят в банк за двумя вещами. Первое, им нужны наличные деньги, они хотят что-то купить, и поэтому им нужны деньги. Второе, они хотят купить собственность, какую-то недвижимость, какие-то активы хотят купить. И в том случае, если в обыкновенном банке банк вам даст ссуду кредит, банк даст кредит и, соответственно, попросит процент за это дело. Но в исламских финансах, да, вы можете дать кредит, но вы не можете потребовать дополнительную плату за эту услугу. То есть, что происходит, когда мы собираемся использовать контракт шариата, по законам шариата, для того, чтобы дать деньги клиенту. Каким образом это работает? Вы слышали уже о Мурабахе ранее. Вот здесь затраты плюс. Есть Иджара. Это лизинговая схема. Что еще вы слышали о... Это тогда, когда прибыль делится участниками сделки совместной. И все это... О, все синенькое стало. Все это контракты, подпадающие по закону шариата. Вот здесь, посмотрите, здесь. Смотрите. А здесь вот в балансе... Вот здесь эссетс написано или это активы, так называемые. С правой стороны здесь это liability, по-английски, или пассивы. Ну, продукты сами. Есть соответствующие транзакции. Вот все это то, что продается и покупается. Контракты. Различные виды услуг. Тут у нас так называемые участвующие контракты. Это Мударабах и Мушарака. А также есть определенные платные сервисы, платные услуги. Вакала и Кафала. Что касается пассивов, то у нас есть водя. У нас есть карт и водя. Это, в общем-то, одно и то же. У нас водараба. И также у нас есть Вакала. Вот здесь. А и вот здесь, в инвестиционном счете, вот у нас есть два здесь параметра. Здесь написано. У нас есть Мударабах для специального инвестиционного счета. Мутлака и Мукадаляха. Это... Вот я вот о них сейчас говорю. Это так называемые неограниченные Мударабах. Ограниченным является Мударабах вот здесь. Имеется в виду, что инвестиции в Мударабах или ограниченные Мударабах. То есть тогда, когда клиент приходит и говорит, что я даю вам миллион рублей. Вот эти деньги. И эти деньги могут быть проинвестированы только, например, в производственные мощности. Очень специфические, очень ограниченные сферы применения этих денег. В то время, как Мудараба и Мутлака – это неограниченные инвестиции. Тогда, когда деньги будут взяты и положены в общую кассу банка и использованы, ну, по любому усмотрению. И у нас также есть еще Абланекс. Это отличные... Еще есть некоторые виды тут указан инвестиций. Субтитры создавал DimaTorzok